Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил, и сегодня у нас будет эксклюзив. Новые ножи Corvus 3 от Midnight Cat Studio или же Maxace. Погнали! Всего представлены три варианта. Это Corvus 3 в накладках из Тимаскуса, который находится вот в этой коробочке. Здесь находится Corvus 3 в накладках из Циркония, а вот тут находится Corvus 3 в накладках из Макуме. Расскажем про все, они чутка отличаются по характеристикам, но сама модель ножа одна и та же. Предлагаю начать с комплектации, потому что, как вы видите, поставляются они вот в таких вот армированных, крутых, оружейных, не побоюсь этого слова, кейсах. Здесь есть наклейка с логотипом Midnight Cat Studio, ну или же, в случае с другими вариантами, логотипом Maxace. Также существует вот такой вот шильдик для того, чтобы подписать данный конкретный кейс. И, конечно же, есть система вентиляции, чтобы внутри ничего у вас там не заржавело и все было хорошо. Открывается следующим образом. Нужно две защелки. Отщелкнуть и внутри нас будет ожидать непосредственно сам нож. Комплектация у ножей очень богатая. Было очень приятно просто даже подержать в руках этот кейс. А то, что находится внутри, это, на мой взгляд, вообще отвал башки. Давайте перейдем к характеристикам данного складного ножа. В данном конкретном случае у меня в руках версия стимаскусов. Но все остальные характеристики с точки зрения длина, ширина и так далее, они у всех одинаковые. Общая длина от навешивания до кончика рукояти составляет 240 мм. На клинок в данном случае отмерено 110 мм, и остальные 130 мм – это рукоять. Сделан он на рукоятках из титана, на кладках из тимаскуса, циркония или макуме. Сталь на клинке используется М390 с заявленной твердостью 60-62 единицы по шкале роквелла. М390 на 62 единицы. Ты как это вообще предлагаешь точить? Чем? Каким-нибудь там камнем из властелина колец, что ли? Замок ножа – это фреймлок, естественно, с сухарем. В качестве инструментов открытия используется аж 5 вариантов. Это плавник флиппера, шпенек с левой стороны, выборка с левой стороны. И то же самое есть с другой. Это шпенек с правой стороны и выборка тоже с правой стороны. Клипса в данном случае, конечно же, титановая, цельно фрезерованная и не переставляется на левую сторону. Клипса не переставляется, то есть ни налево даже не переставляется, а про другие положения вообще молчу. Как вообще людям этим ножом пользоваться? Бэкспейсер точно так же выполнен из титана. Пожалуй, единственным моментом, который отличается между тремя версиями, кроме как накладки, это непосредственно вес. Версия в тимаскусе в данном случае самая легкая, весит она 216 грамм. Версия в накладках из циркония весит 242 грамма. Ну и самое тяжелое, это версия с макумэ, 200 на 272 грамма. 242 грамма? Куда ему столько? Вот на спартане аж 259, а спартан это нож, в отличии вот от этого вот. Все ножи очень крупногабаритные, тут 100 добрых миллиметров чисто на клинок отмерено, и 130 аж отмерено на рукоять. Подойдет он абсолютно под любую руку, будь то маленькая, будь что большая. У меня рука средняя, и вот так вот он в ней сидит. В принципе, очень даже неплохо. В сравнении все эти три версии выглядят вот так. Версия с тимаскусом, версия с макумэ, и также есть версия в цирконии. Лично я отдаю свое предпочтение версии именно с циркониевыми накладками. Помните вот этот вот момент, что цирконий положительно влияет на мужское здоровье? Так вот, тут аж целая накладка из него сделана, и на самом деле, на мой взгляд, он смотрится более лаконично, чем другие. В комплект к абсолютно любому из этих ножей входит зип. Здесь есть осевой винт, шпеньки, сухари, бонки. В принципе, все, что нужно для того, чтобы самостоятельно обслужить нож в случае срыва или поломки какого-либо из элементов. Ну ладно, хоть зип положили и на этом спасибо. Крутую механику этому ножу обеспечивает обувь в 4 мм и двухрядный керамический подшипник. Из-за соотношения веса клинка к длине его рукоятки получается, что нож складывается под своим весом в абсолютно любом положении. Вы только посмотрите на вот этот плавный ход. Как я уже говорил в начале этого обзора, он на титановых лайнерах, но не упомянул того, что они каждой толщиной аж по 5 мм и при этом внутри отсутствуют вообще какие-либо облегчения. Из этого складывается немалый вес этого ножа, но, как говорится, чем нож тяжелее, тем он надежнее. Также из титана сделан и бэкспейсер данного складня. У него, кстати говоря, есть еще и темлячные отверстия, которые именно в этом бэкспейсере и располагаются. Кстати, хорошее расположение для темлячного отверстия. Когда вы проденете сквозь него темляк, он не будет болтаться из стороны в сторону и как-то мешать вам носить этот нож на кармане. А ты что, гусы сборил, да? Продвигаемся дальше. Пришло время поговорить о клинке. В данном случае, как я уже говорил, это М390 с двойным финишем на клинке. Сами спуски, сведенные в 0,4 мм, имеют покрытие битбласт. Это покрытие, производное от пескоструя. Только вот вместо песка битбласт использует маленькие-маленькие стеклянные шарики и дает именно вот такой вот красивый матовый эффект. А на голоменях у этого ножа продольный красивый сатин. Кстати, обух точно так же, как и спуски, сделан под битбластом. Смотрится очень-очень круто. Зачем тут двойной финиш клинка? Объясни мне, пожалуйста. Сделали бы они все в битбласт, было бы лучше. Типа и рабочие качества выше, и нож куда больше не жалко, чем вот этот сатин продольный на голомене. На обухе этого ножа есть совершенно небольшая насечка. Правда, вот она скорее декоративная. Практического применения этой насечки лично я в этом ноже совершенно не вижу. Во многом благодаря тому, что есть вот такой вот наплывчик, если его можно так назвать, куда отлично ложится палец, когда мы, например, им строгаем, и насечка в этом случае, на мой взгляд, является лишней. Ну и одна из последних особенностей этого ножа. Как вы думаете, на каком количестве винтов он собран? Возможно, я вас удивлю. Он собран только на осевом винте, и вот на вот этом. Остальное все это титановые штифты, которые держат нож в собранном состоянии, и все. То есть, для того, чтобы вам его разобрать, нужно всего лишь две биты Torx T8, и все. Ну ладно, ладно, окей, допустим, на полку этот нож подойдет. Хорошо, убедил. В заключении скажу, что каждому ножу идет вот такая вот карточка с названием Corvus 3, параметрами этого складного ножа. Ну и, конечно же, каждому из ножей идет салфеточка из микрофибры, потому что, как вы понимаете, все эти материалы в накладках, что Макуме, что Тимаскус, что Цирконий, они могут спокойно заляпаться. Именно поэтому я сегодня делаю обзор в перчатках. Они, Максейс, позаботились и положили в комплект хорошую салфеточку из микрофибры. Кстати, все эти ножи приехали практически в штучном экземпляре, поэтому обязательно заглядывайте в описании к этому видео. Там будут находиться ссылки на каждый из этих ножей. А у меня на этом все. Пишите, какой из корпусов вам понравился больше всего и почему. А я на этом моменте уже с вами окончательно прощаюсь. Увидимся с вами совсем скоро. До встречи на нашем канале. Пока!